Уберут или нет выделенные полосы на дорогах столицы? Вокруг спецполос для общественного транспорта разгораются жаркие споры. В столичной мэрии заявили, что к ноябрю ликвидируют 9 из 15 полос. Но затем свои слова опровергли. В теории выделенная полоса очень эффективное средство организации дорожного движения. Она может пропускать в час около 8,5 тысяч пассажиров по одной полосе. Выделенные полосы появились специально для того, чтобы мы с вами не ездили на машинах. Для того, чтобы у нас якобы альтернативный муниципальный транспорт, который великолепно работает. У нас лучшие в мире автобусы, которые ходят по лучшему в мире расписанию. Чтобы они стали привлекательными и мы сквозь пробки, естественно, замечательно и с комфортом на них ездили. Мы находимся на улице Мневники. За полчаса здесь проехало только два автобуса. Стоит ли ради такого количества общественного транспорта занимать целую дорожную полосу? Теперь в московском правительстве говорят, что план по вводу до 2013 года 300 километров спецполос сохраняется. Выделенные полосы позволяют общественному транспорту очень быстро передвигаться по этой полосе. Несмотря на то, что многие даже нарушают, влезают в эту полосу, все равно транспорт общественный стал двигаться гораздо быстрее. Для общественного транспорта они, возможно, и хороши. Но недавно, неделю-две назад, я был оштрафован на сумму 3000 рублей за то, что произвел высадку пассажира в районе полосы. Но где мне высаживать пассажира? По данным столичного департамента транспорта, сейчас в городе работает 8 выделенных полос. Удалить дорожные знаки и линии разметки решено на улицах. Смоленская, Красная Пресня, Новослободская, проспект 60-летия Октября, Профсоюзный и проспект Мира. А также на Дорогомиловской улице в направлении с центра и от Таганской площади до 3-го Крутицкого переулка. При этом уберут их только на время ремонта этих дорог. Продолжение следует...